Девушки отдыхают Кучерявого спасителя Он набит краденными у людей деньгами так Что Паша Лазаренко земляк его И тоже когда-то Губер Агнцем Божьим кажется Масштабы разные Даже в паспортах Если прожорливый Паша купил себе только панамский паспорт То Хамелеон Коломойский прикупил себе аж 4 Он вообще не мелочится Особенно в слизывании денег из карманов людей Карманов страны И прославляет себя Заказывает себе вот такие совковые оды Послал нам Бог Коломойского Нашей областью рулить Он стал примером для всей Украины Показал как дружно с народом жить Желаю пану Коломойскому Счастья, здоровья, любви и добра Благополучия и удачи На всю жизнь и навсегда За деньги ему сочиняют стихи Даже о его бутафорской стене И билборды себе ставят Такие себе временные монументы Правильный человек, спасибо тебе Кажется еще немного И Коломойский, как Брежнев Кстати, тоже земляк Это не мой парень Начнет сам себе ставить памятники В свою честь называть улицы Орденами завешивать свои дорогие костюмы А вот и обслуга Которая уже фрикативно гэкает Мимикрируя под Хамелеона Послушайте Это разговор Коломойского С генеральным директором своего медиахолдинга Александром Ткаченко Появившийся в интернете Умиление вызывает даже несодержание милой беседы Много ли вы знаете известных журналистов Которые на вопрос Ну что-то никак не напи Отвечают Здравствуйте, Игорь Валерьевич Он его карманный пиарщик Карманный Именно Ткаченко делает из ящерицы героя А его преступления замалчивает Как и Хамелеон Его маленький Хамелеончик Не только гэкать начал Но и окрас пытается принять Патриотический А всего лишь год назад Независимый медиапрофсоюз Внес Александра Ткаченко В список Десяти главных врагов прессы в Украине Вместе с Азаровым Януковичем Захарченко и Пшенкой Он там с ними остался Ткаченко давно мечтал О своем собственном Частном самолетике И говорят потихоньку Потягивал деньги у Хамелеона Также говорят Что Коломойский об этом узнал Нет, не выгнал И даже не сожрал Еще больше приручил Но с некоторых пор В узком кругу своих друзей Называет Ткаченко Членом радикальной партии В плохом смысле Очень плохом И одевает его на себя Когда захочет И как захочет Блюда, никак не напи*** Здравствуйте, Игорь Владимирович Это не выдержать, я тебя звонил Ну а страну он, как всегда Слизывает Пожирает Переваривает Безотходно Несуществующие кредиты Кража имущества Запугивание Хамство Главный актив Хамелеона Приватбанк Всецело повторяет Повадки своего хозяина Десятки тысяч Пострадавших людей Измотанные нервы Потерянные деньги Лишенные крыши Над головой Уже почти год Киевлянка Виктория Пытается выяснить Откуда у нее взялся долг В 20 тысяч гривен В Приватбанке Еще 7 лет тому назад Она одалживала там деньги Но все вернула вовремя Вот документы Долгов нет Но в начале этого года Ей позвонили с угрозой Верни долг Иначе выкинем на улицу Вы собираетесь вообще Гасить свою задолженность Я говорю Я не брала у вас Вообще никаких кредитов Приватбанк Ничего не должна Обратилась в прокуратуру Написала заявление Человек абсолютно Ну как бы он не защищен Ну ни информации никак То есть откуда взял Ну 20 тысяч гривен Ну на минуточку Это ну для меня допустим Это огромная сумма Долг просто повесили на девушку Кто-то взял ее данные И оформил кредит В Ивано-Франковске Возможно Какой-то сотрудник Который Ну не знаю Откуда он взялся То есть мои паспортные данные Ну как бы были У них в системе По сути Потому что кредит оформлялся Ну раньше Кто угодно мог оформить Ну то есть я не знаю Кто там работает В этом Приватбанке Но в банке и ухом не ведут Уже 8 месяцев Мошенничество якобы Расследует милиция И прокуратура Но безрезультатно Приватбанки Виктории Каждый день угрожают Руководитель отделения Приватбанка Я ну как бы просто обратилась Ну уточнить вообще информацию Опять же по этой сумме Ну и говорю Что если бы была задолженность 200 гривен Я бы ее просто закрыла Ну чтобы мне не звонили С терроризированием Вот этим бесконечным Она говорит У вас сейчас 200 гривен Говорит вы закроете А потом будет 200 тысяч Такого же долга И вполне возможно Что каждый Кто хоть раз Предоставил свои паспортные данные Этому банку Может оказаться Такой же жертвой Как Виктория Откуда взялся его кредит Анатолий знает В 2008 он взял В приватбанке 85 тысяч гривен На покупку автомобиля Но вдруг оказалось Договор нужно Переписать Банки как будто знали Ровно через неделю Гривна упала почти в два раза Долг на ровном месте Вырос до 200 тысяч гривен Столько платить человек не мог Попросил банк уменьшить проценты Там согласились И предложили подъехать На его новой машине К отделению Приехали Чтобы машину Погода Гривна Взяли Чтобы взять Ксерокопию С их паспорта Включились С них их паспорт Они сказали А машина была На территории банка Сказали Подписывая Которые передачи Машина Залишается у нас Пока Они не проплатят Актично украли Но вот только Долг не исчез Исчезла машина Сила На проспекту Победа 65 Полобанку Потом На Берестейске Потом Звонили До меня С ГАИ Что машина Находится В Козятине В Вильницкой области Чтобы заплатить На парковку И что Машина типа В розыске Банк туда В розыске И что Посторонние люди Катаются Вот документ Где написано Он передал им машину Но его в приватбанке Не видят Его банк Ограбил Прямо во дворе Банка И долгом Обогатили Он вырос Аж в 5 раз Ограбили И грабят дальше Сказали Что Миллион Сто тысяч Думаю И все это правда Таких людей Действительно Десятки тысяч И они Не станут Обожать Ящерицу Ни за что Кудрявый Хамелеончик В патриотическом Окрасе Что должен был Сделать Когда идет Война Все маломольские Следства Все что Можно отдать Солдатам На лечение На экипировку На победу В конце концов А нет Вместо этого Приватбанк Устроил шумный Праздник Такой себе Пир во время Войны И пока Одни В судах Пытаются Доказать Что не их Это кредиты Вернуть Своё жильё Свои машины Для вип-клиентов Приватбанка Коломойский Устроил ВДСМ Вечеринку Вот в таких Костюмах В таком окрасе Одни Гибнут За страну А приват Коломойского Жирует Как не в себя За весь август Днепропетровский Губернатор Провел в Украине Всего Шесть дней А в Днепропетровске И вовсе не был Ни разу Где же он был Встречался с мировыми Лидерами Просил помочь Украине Не Он нежился На солнце И бороздил Тихие воды Лигурийского И Средиземного Морей 2 августа Колонна 25-й Воздушно-десантной Бригады Попала в засаду Боевиков На севере Шахтерска 14 украинских Военных Погибли Четверо Ранены А вот как Этот день Провел Хамелеон Вечером Личный самолет Коломойского Приземлился В аэропорту Ольбии На Сардинии Пока наши Военные Вытаскивали Раненых Из-под Шахтерска А в окопах Ели сухие Пайки Хамелеона Здесь ждала Его яхта Трайдент За 80 миллионов Долларов Здесь он Конечно же Жил одними Мыслями Как помочь Украине Как помочь Солдатам Там на фронте Но эти тяжелые Думы Неуместны Тут под солнцем Сардинии И гнал он Эти мысли Омарами Устрицами Белон С белым Сухим Итальянским Вином А люди Гибли Видите эти земли Это в Днепропетровской Области Их хотели Отдать ветеранам После окончания Войны Не отдадут Приват Не отдаст Это приватная земля Привата А не паи Для солдат Еще в 2007 Эти территории Захватила группа Приват Хамелеон Здесь строит Дворцы Для своих топ Менеджеров Долгие годы Он прибирал К своим рукам Местные земли Через своих людей В областном Госкомземе И вот на днях Из Киева Туда послали Чиновника Разобраться Почему паи Не отдают И не отдадут Ветеранам Чиновника Встретили достойно С автоматами Натягли мешок Уже надели Мне наручники Вдвезли Такийсь подвал Який охранял Изброяне Люди в масках И протримали Там Мешку В наручниках А потом Показали по телевидению И рассказали Как он обмочился О земле И аферах С ней Ни слова Прокуратура Теперь выясняет Как земли ветеранов Отобранные Коломойским Прикрывают пиаром На чиновники Эта справа Набрала Уже Виталитного По разголосу И уже так Чтобы она Залишилась Без Какогось Вырешения Такого не будет А занимался Прикрытием Земельных Афер Другой Хамелеончик Из семьи Большого Хамелеона И по совместительству Его заместитель В губернии Как они говорят Боря Филатов Защитивший У небезызвестного Кивалова Диссертацию И еще один Хамелеон Рейдер Из семьи Гена Корван Как обычно После того Как примет На грудь Филатов Испражняется У себя На фейсбуке Чем только Не испражняется Вот вам Услышьте Днепропетровск Почти слово в слово Повторяют лозунги Террористов Донецка и Луганска И это неудивительно Он им сдавал Помещения Для своих сборищ А вот кто из них Кого учил Похищать и пытать Это еще неизвестно Словесные испражнения И у тех И у этих Одинаковые Но окрас разный Там же На его странице Можно Тому закрыть рот Того послать нах Эти предатели Те герои С некоторыми Из террористов Даже бухать можно А с журналистами Говорить на языке Гранатомета Но везде И неизменно Коломойский Бусечка-патриот А Гена Корбан Вообще этим Удивленно умиляется То есть Патриотизмом Хамелеона Но все это Мимикрия Днепропетровская Народная Республика Мечта Хамелеона Воспользовавшись Моментом Ящерица Решила стать Царем Которого будут Любить И лелеять Деньги Именно на них Он создал себе Целую армию Она нужна ему Не для того Чтобы бороться С боевиками Армия нужна ему Чтобы защищать Награбленное Чтобы не оказаться В ситуации Паши Лазаренко Если сегодня В Украине Существует Сепаратизм То он существует Не в Донецке Луганск Где конфликт Раздувается Во многом искусственном Участии России Он вполне возможно Существует В тех регионах Лидеры которых Уже не считают Себя подконтрольными И подотчетами Киева Дефар В чем заслуги Ящерицы Отчего он спас Страну Людей В соседней Запорожской области Где нет Коломойского Тоже все спокойно И он не потратил На это ни копейки Хотя она и граничит С Донецкой Террористов там Нет Мешки на голове Похищения Пытки Мы видим все это На востоке И это не героизм Такие методы Скорее присущи Обычным бандитам Коли стався Такий випадок За участью Заступников Голови администрации А там Згадываются Целых два Заступники Голови Дмитрий Петровской Администрации Допускати Коли В В рамках Президентской Вертикали Починает Диать Абсолютно Бандитские Вуличные Методы Досягнення Своих Экономичных И кадровых Целей Это Речная Допустимка Дешевые Совковые Стежки И хвалебные Оды Не смогут Скрыть Воровства Времена Неки Но Хамелеон Ворует Сотни Тысяч Тон Нефти На Миллиарды Супереж Законодавство Организовали Реализацию Майже 314 Тысяч Тон Сырой Нафти И газового Конденсата За стартовой Ценой Без Урахования ПДВ Наследок Чего Укр Нафта Недоотримала Понад 640 Хамелеона Предупреждали Ответить Придется За все И придется Вернуть Стране Долг И наворованное И все Тот же Хамелеончик Из семьи Хамелеона Снова Приняв На грудь Открыто Признает На фейсбуке Коломойский Ворует Но как бы На войну Немало Ворует Правда У страны У простых Людей Сотни Тысяч По всей Стране Сидят Без Газовых Балонов И топят Буржуйками Из-за того Что Укрнафта Не продает Газ людям Хотя Обязан Это делать Вместо этого Сбывает Его предприятием В полтора раза Дороже На днях На аукционе Хамелеон Таким образом Увел 200 миллионов Гривен Его же Укрнафта Уже Три года Не платит В бюджет Дивиденды Их тоже Придется Вернуть Укрнафта Загальна цифра 1,3 миллиарда Гривен Нерозподеленных Дивидендов Где 50% Належит Державе 50% Я вам даю гарантию Что будут Скликаны Сборы акционеров И держава Свою участку Заберет Нафтогаз Уже отримал команду Официйное поведомление Укрнафта Отправлено Ну не любит Хамелеон Возвращать долги Это убивает Его истинный окрас Не любит И платить Когда правительство Хотело повысить С 39 до 70% Ренту На добычу нефти Хамелеон возбудился И на неделю Закрыл Все свои заправки Я же усвідомлював про те Что поставить ренту На нафту 56% Это они мне Зроблять То же самое Что они Зробили За 2 дни Перед голосованием Просто закрывать заправки Тому Которые до сих пор Лежат на его Одесском НПЗ Ими могла бы Воспользоваться Украина Наша казна Но хамелеон Хочет их себе Часть топлива Он уже выкачал Об этом стало известно Из телефонного разговора Курченко с Коломойским Но хамелеон не отдаст Нефть стране Не заправит танки Он переработает ее И выставит на продажу Ворует деньги Из бюджета И при этом Коломойский Вовсю трубит Что заботится об армии Снимает ролики В которых призывает Тех, кого ограбил Поддержать армию Бойцов И как будто бы Содержит батальоны Заправляет их За свой счет Так ли это? У вас есть конкретный Ну не спонсор Как? Чего вы так не говорите? Коломойского привязывают Да не мы привязываем Вы там же Поверьте, что Это разные вещи Забезпечения Коломойского И то, что мы не стоим Нам каждый тепловизор Каждый приборничного Без будь никакой Участи Игоря Валерьевича Не стояется Это он Можливо там Территориально Уборнен Так же, как и у нас Игорь Валерьевич Дал лагерь Он не указывает На этом все Помощи Притом не Игорь Валерьевич Не указывает Коломойскому нужны Лишь его собственные Аскадроны Чтобы решать Свои бизнес задачи Остальные для него Пушечное мясо Трагедия Под Иловайском Произошла Из-за саботажа Считают военные Защищать город С хорошо укрепившимися Боевиками У которых Минометы и Грады Бойцов батальона Донбасс Послали без бронетехники И без тяжелых вооружений Генерал Вейтенантом Русланом Хомчаком Был кинут на Призволящие По сути Добровольщие батальоны Шахтарств Азов А головне Донбасс Який потрапил в оточню Хлопцев По сути Послали на смерть Задается Питание Кто послал Чему послал У меня Такое впечатление Что Люди Керують Хомчаком А всем відомо Что Він кроку не ступить Без козилки Группы Коломойского Филатова Корбана Что Ці люди Просто Знищують патриотів Перетворюють їх М'ясо Не дати артилерії Не дати авиації Яка була В Хомчаках Хамелеону не нужны Настоящие патриоты Не нужны те Кто вернувшись С войны Спросят С него заукраденное Спросят Где он был Да на каких морях Не нужны Тех кто знает Его настоящий окрас Вони бояться Что Після АТО Можуть Цих Господь Спитать Чому вони Суки Під Славянском Чи Іловайском Танки Не згоріли І звідки їхні Мільярди І як вони Гробували країну Вони Нічим Не відрізняються Від тих Кто Фінансує Зараз Террористів І заколотників Тільки З іншого Бога Так все же Где он был Когда істинные патриоты Воевали Сардинии В середине августа Хамелеон пошел На своем трайденте На Корсику Почти две недели Он ходил Между Сицилией И югом Италии Легкий морской вриз Нежные лучи солнца Закаты и рассветы Над виноградниками И оливковыми деревьями Этот климат Ему ближе Чем грады И ураганы В Украине Днепропетровску И Киеву Он предпочитает Остров Ковала На юге Корсики Здесь он не патриот Украины Тут он порядочный гражданин Кипра Мальты Или Израиля Как ему захочется У него три иностранных паспорта Здесь он отдыхает Здесь ему подают Лучшую еду Отсюда он вернется С мягким Средиземноморским Загаром Они тоже вернутся с загаром Но не все Пока люди перечисляют Деньги на армию Он крадет Он зарабатывает Война обогатила Хамелеона Бывший топ-менеджер Приватбанка в Крыму Борис Финкельштейн После аннексии Успешно возглавляет Центробанк полуострова Именно через него Теперь идут все деньги Из Москвы Бывших приватовцев Не бывает Но это не все На южном берегу Крыма У Хамелеона Остался целый санаторий Форос Уже многие годы Он входит в один комплекс С Буковелем И санаторий И курорт Принадлежат привату Цена этой земли Миллиарды Но никто ее не забрал У Коломойского Охрана, персонал Все на месте Все работает И приносит прибыль Хамелеону Поддерживая Его настоящий окрас Илья Чье это восхищение? Выпусти Выпусти О том, кому принадлежит Санаторий Здесь знает каждый Еще ничего не поменялось Но как был Буковельский Так он и остался То есть Буковельский От Буковеля А, то есть Тот же собственник Да, да То же самое Как было в том году Как вот было Последние несколько лет Так оно и осталось Ничего не поменялось Пока Только, конечно Что людей в этом году Больше, чем в том году Да Непонятно по каким причинам А вот и бывший Директор Буковеля Александр Шевченко Это он на днях Устроил драку в парламенте Еще один хамелеончик Хамелеона С его же повадками Санаторий до сих пор Приносит миллионы Коломойскому Ему здесь принадлежат И несколько элитных пляжей Почему его бизнес До сих пор Успешно работает в Крыму С кем он договорился Его свита не спасет его От ответственности за преступления Не простят и люди Именно поэтому Он хочет иметь Не только Днепропетровскую область При этом нежно называя ее Своей губернией Зараз говорится Самолет Коломойского Находится с ним же На Сардинии С 9 по 20 августа Ламезия Италия Оттуда на своей яхте Он обошел все самые элитные острова Лигурийского и Средиземного моря Корсика Сардиния Сицилия Юг Апеннинского полуострова Он развлекается Бурлит в развлечениях И в деньгах На этой неделе На своей шикарной яхте Трайбенте Он зашел на греческий остров Запинтас Кристально чистое море Пейзажи Будто с картин И самое красивое В мире бухты Хамелеон развлекается И не только Решает свои бизнес вопросы Пока наши военные Ценой жизни Держали рубежи Под натиском Российских боевиков Он наслаждался красотой Жизнью Мучился он только одним Где заработать Как украсть И как защитить Уже украденное Вот что его заботит Здесь Коломойский Встречался с катарским Миллиардером Абдулой Бен Насаром Его 140 метровая яхта Стояла рядом С Трайбентом Хамелеона Их видели вместе Мы видели здесь В море две огромные яхты Катарского бизнесмена А вторая Какого-то украинца Говорят Очень богатый человек Они вместе летали На остров О чем они могли толковать Возможно Об одесском Припортовом заводе За его приватизацию Страна может получить Более 600 миллионов долларов Как раз на днях Катар заинтересовался Его покупкой Завод давно интересует И хамелеона Чего же не зайти На этот давно лакомый Кусочек Под катарским флагом А потом сказать Что вот инвестиции пришли Которых мы давно ждали А я ни при чем Клюнул ли на это Арабский шейх Мы узнаем В ближайшее время С острова Закинтас Он отправился На соседний Корфу Еще одно элитное место В Греции А яхту подальше От лишних глаз А их достаточно Попытался спрятать В частной бухте Хамелеон не любит Когда о нем Рассказывают правду Здесь нельзя снимать Уберите камеру Это закрытая территория Что скрывает Хамелеон А вот что На острове Корфу Он встречался Со своими русскими Партнерами Яхта одного Влиятельного Миллионера Из России Зашла сюда Вместе с ним Как раз В этот же день Стало известно Что в России Арестовали Активы Коломойского Офисное здание В центре Москвы И санаторий Таврия В Крыму Удивительное совпадение Просил ли он Снять арест Нет Ведь показательная Борьба с ним Хорошо влияет На имидж в Украине Делает из него Героя Которого якобы Очень не любит Москва Но для России Своей собственностью Он продолжает владеть Только через русских партнеров Именно об этом Он и договаривался В Греции А вот что Обещал взамен И мы обязательно Расскажем С кем именно И о чем Он договаривается Ничего скрыть Не удастся Нашему кучерявому Хамелеону Будем следить И за его яхтой И расскажем Куда он летает Пока в Украине Гибнут Действительно Настоящие патриоты Ведь все тайное Становится явным И какой бы окрас Не изобразил Хамелеон От своего родного цвета Цвета денег Ему никуда не деться И он должен вернуть Долги стране Вернуть земли Отобранные у ветеранов АТО Он должен прекратить Кошмарить простых людей Своими банковскими аферами Вернуть стране Украденную нефть Он многое должен стране И Хамелеониада Будет продолжаться До тех пор Пока он не вернет Долг людям Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok